Сегодня в украинском сегменте сети появилось сразу несколько подач, общим названием которых является слоган «Коломойский доигрался». Скажем так, источники информации те еще, от обозревателя до 112 канала, но и тут есть своя симптоматика. Беню начали мочить люди, которые никак не могут быть отнесены к парохоботам или вообще к его друзьям. Случилось то, что и ожидалось. Бородатая бабушка прощелкала момент, когда надо было притормозить, а теперь уже поздно. Она стала проблемой для серьезных людей, которые умеют решать проблемы и более того, решают их. Причем пороху сейчас можно просто сидеть и пить кофе с конфетами Рошен, чтобы подключиться к драке в нужный момент. Сейчас пришли в действие механизмы, работающие естественным путем без подталкивания. Тем, кто еще не понял, что бабуле не просто вручили черную метку, а забили ее в известное место, можно посочувствовать. Похоже, что Зе еще не понял, что лодка, на которой он приплыл к острову с названием «Президентский», дала течь и теперь непременно утонет и утащит на дно тех, кто разинул варежку и еще наслаждается видами волн. У строго бабулиных людей особого выбора нет, а у Зе есть. Его статус дает ему возможность быстро и решительно переобуться и послать в булькающий трюм бабушкиных внуков, которые отчаянно привязывают его к мачте Титаника. У нас нет иллюзий по поводу Зе, но выход у него еще есть. Но об этом в конце, а пока о сути ситуации. Те самые источники, на которые мы не будем делать ссылок просто из-за их сортирной репутации, все еще сообщают о том, что канцлерский суд штата Деловер принял ряд решений в деле обыски компании Коломойского-Боголюбова «Оптима», в частности, принято решение о доставке фигурантов в суд. Скажем так, дело очень вонючее и суть его в отмывке денег. Такие вещи в США приравниваются к наркоторговле, и однажды в них попав, стряхнуть себя это уже не удастся. Суть дела основана на том, что подконтрольная бабушке бизнес-структура отмывала грязные деньги, уведенные из приватбанка по хорошо известной в США схеме, которая даже имеет собственное название, которое будет указано в тексте ниже. И в общем, штатам до этого не было никакого дела, если бы братва не стала вваливать деньги в американскую недвижимость, пользуясь условно-офшорным режимом работы компании в штате Делавер. Как тут не вспомнить о том диком вое, который стоял несколько месяцев, и который назывался «Панамские офшоры Порошенко». Вой был настолько интенсивный, что наши журналисты по вызову иногда просто захлебывались слюной и микрофонами, а тут эпопея длится уже полгода, и в общем для журналистов не составляло особого труда обнаружить, что бабушка нашего предводителя партии прокачивала миллиарды долларов через кучу офшорных и условно-офшорных зон, как то Кипр, Делавер, США и ряд офшорных британских юрисдикций. Но это вообще никому не было интересно. Почему? Догадаться несложно. За вызов никто не платил. Именно поэтому мы не даем ссылок на наши СМИ, каждый может воспользоваться поиском и найти соответствующие материалы. Это значит, что вызов или заказ поступил. А судя по тому, чьи это СМИ, можно легко догадаться, кто заказал бородатого. А здесь уже, извините, действует эффект стаи. Там главное начать рвать, а потом будут припомнены все обиды, долги и китки. Очередь будет как в мавзолей. Но мы пошли немного дальше и не станем цитировать то, что произошло вот прямо сейчас и чем оно грозит бабуле. И тем, кто рискнет кормиться от нее. Даже сейчас. Нас заинтересовал сам смысл того, в чем обвиняют чудо-бизнесмена, или вернее, какой иск предъявлен его замечательной конторе. Оказалось, что там все очень интересно. Мы уже давно пришли к общему выводу о том, что наша журналистика либо умерла, разложилась в прах и развеялась над безлюдной пустыней, либо она не рождалась. Хотя вполне возможно, что нечто подобное у нас могло случиться, но не срослось. Получился выкидыш. Однако это отнюдь не глобальное явление, и есть СМИ, не наши, конечно, которые собирают факты, анализируют их и представляют публике для ознакомления и собственных выводов. Поскольку у нас такого нет в принципе, мы воспользовались информацией агентства «Крэллер Ход Топикс Репорт», ссылки найдете в описании под этим видео, которая сделала то, чего не умеют и не будут уметь наши журналисты. Разобрались в предмете судебного разбирательства, который идет в том самом канцлерском суде штата Делавер. Далее мы предоставляем текст, в котором мы не изменили ни единой буквы или знака припинания, поскольку там имеются оценочные суждения, и они не наши, а именно американских коллег. В общем, текст этот можно просмотреть на английском языке у первоисточника, а мы предоставляем машинный, несколько корявый автоматический перевод и делаем это намеренно. Итак, текст «Крэллер Ход Топикс Репорт», перевод «Гугл». Все вопросы по терминам и качеству перевода, а заодно к ударениям и произношению диктора к этим двум уважаемым компаниям. А если кому-то этого будет недостаточно, то даем еще один материал от «Кливленд Сцен», ссылка там же. Там излагается то же самое, но несколько под иным углом зрения, поскольку большая часть недвижимости, которая фигурирует в деле, находится либо в самом Кливленде, либо вокруг него. То местная пресса рассматривает это дело с точки зрения того, насколько полезным для города стала вот эта мега-операция с недвижимостью в исполнении конторы «Бородатой бабушки». Там сделан вывод о том, что буквально все объекты недвижимости существенно потеряли от смены собственников. Именно это там ставилось во главу угла. А мы уже от себя заметим, что таких текстов довольно много, и они доступны для нашей прессы просто в любой момент. Но с начала лета, или с момента, когда началась эта судебная эпопея, наши «журналисты» просто не могли сообразить, какие же слова надо забить в поисковик, чтобы получить нужные материалы. Мы просто констатируем, что эти материалы доступны для всех. Но если выкапывать «Г» на пороха было в тренде, то тут наша пресса набрала этого «Г» себе в рот и молчит, как рыба об лёд. И это касалось не только профильного канала «Г плюс Г», но и всех остальных. Итак, пристегнитесь, будет интересно. Далее, материал Лорен Кэрриер из Крэйлер Hot Topics Report от 23 сентября 2019 года. Крупнейший случай – отмывание денег в истории. 12 января 2016 года в журнале Youngstone Business Journal появилась слишком знакомая история. Компания Warren Stin Holding LLC будет закрывать сталелитейный завод, расположенный к северу от Уоррена, штат Огайо, города в центре так называемой «стальной долины», расположенной на полпути между Кливлендом и Питтсбургом. Сообщается, что компания сослалась на обычные факторы, способствующие закрытию завода и потере 150 рабочих мест, слабый спрос в сталелитейной промышленности и отсутствие финансирования для работы завода. На первый взгляд, эта новость регистрируется как еще один пример экономического упадка, охватившего пояс ржавчины. Тем не менее, постоянный поток гражданских исков показал, что Уоррен Стилл также может быть признаком еще одной тревожной тенденции – незаконного присвоения международных фондов, все более и более проникающих через маловероятные сегменты экономики США через анонимные компании в штате Делавер. Эти дела, в том числе два основных гражданских иска, поданных в мае и августе этого года в канцелярии штата Делавер, рассказывают о том, что в статье от 4 июня 2019 года Атлантическим Советом был описан потенциально самый крупный случай отмывания денег в истории, в котором участвуют физические и юридические лица, находящиеся в Украине, на Кипре, на Британских Виргинских островах, в Майами, Делавере, Далласе и различных местах на промышленном Среднем Западе. 21 мая 2019 года украинский банк «Приватбанк» заявил, что с 2006 по 2016 года предыдущие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмыли 470 миллиардов долларов через кипрское отделение банка. Эта цифра примерно вдвое превышает весь ВВП Кипра за этот период времени. И незаконно присвоили средства в различных коммерческих активах в Соединенных Штатах, принадлежащих компаниям Делавер-Эль-Эль-Си, которые в конечном итоге контролируются Коломойским и Боголюбовым. Как отмечается в статье Атлантического совета, жалоба на 104 страницах представляется как «Вероятно, самое подробное исследование крупномасштабного отмывания денег в Соединенных Штатах». Дыра, возникшая после национализации банка в 2016 году, была вызвана мошенничеством, вызвавшим почти крах, уникальное окно в четыре шага, посредством которых средства финансового учреждения могли быть украдены его руководителями. Как указано в заявлении, Приватбанк, который стал одним из крупнейших банков в Украине, был основан в 1992 году олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым и бывшим вице-премьер-министром Украины Сергеем Тегибко. Контрольный пакет акций банка принадлежал Коломойскому и Боголюбову до его национализации в 2016 году. В период с 2006 по 2016 год олигархи руководили так называемым «теневым банком», действующим параллельно с законной деятельностью учреждения. Во-первых, сторонники олигархов в так называемом «теневом банке» выдавали бизнес-кредиты предприятиям, контролируемым Коломойским и Боголюбовым. Эти суды обычно выдавались для предполагаемого общего корпоративного финансирования, и эти организации впоследствии вносили заемные средства на корпоративные счета, контролируемые Кипрским отделением Приватбанка. Затем на втором этапе с помощью нескольких кипрских юридических фирм «теневой банк» создал десятки анонимных юридических лиц, отмывающих юридических лиц, в конечном счете контролируемых Коломойским и Боголюбовым, каждая из которых имела многочисленные счета в Приватбанке на Кипре, через которые различные кредиты могли быть объединены и перемещены через различные юридические лица и счета в сложной игре, оболочке предназначенной, чтобы скрыть происхождение фондов. Как указывается в жалобе, хотя эти организации имели миллиарды долларов, поступающие на их счета и покидающие их, в действительности у них не было бизнеса, активов, операций или сотрудников, и они были подставными лицами, привлеченными в целях отмывания денег. На третьем этапе отмытые деньги, первоначально приобретенные с помощью займов общего корпоративного финансирования были направлены в группу связанных с ними компаний штата Делавер и использовались для покупки коммерческих активов в Соединенных Штатах, подробнее об этом позже, что противоречило заявленной цели займов. Наконец, на четвертом шаге бухгалтерский учет в банке был возведен в квадрат путем повторения первых двух шагов и использования отмытых средств из второго раунда займов для погашения первого раунда займов в процессе, известном как «утилизация займов». Как говорится в статье Financial Times от 17 июля 2019 года, эта схема продолжалась в Приватбанке до тех пор, пока регуляторы не обнаружили в своем балансе черную дыру в 5,5 миллиардов долларов. Тогда Коломойский отправился сначала в Швейцарию, а затем в Израиль, где он также имеет гражданство, в надежде избежать возможной экстрадиции в Соединенные Штаты. Optima Group В то время как Коломойский и Боголюбов курировали Приватбанк и его теневые функции в Украине, три лейтенанта-олигархов Урель Лабер, Мардыхай Корф и зять Корфа Хаим Шочет, также называемые кодефендентами в майском иске, якобы курировали ООО «Делавер», известная как группа компаний Optima и штаб-квартиры Optima в Майами. Основной функцией группы Optima было приобретение различных коммерческих и промышленных объектов недвижимости от имени Коломойского и Боголюбова. Активы, приобретенные за счет незаконно присвоенных средств, различались как по географии, так и по использованию. От башни Стэммонс и бывшей штаб-квартиры Компью Кон в Далласе до бывшего завода Моторола в Гарварде, штат Иллинойс, от PNC Plaza в Луисвилле до сталелитейных заводов в Детройте, Западная Вирджиния и Эшленде, штат Кентукки. Возможно, наиболее примечательно, что, согласно жалобе, одна компания Optima, Optima Ventures LLC, принадлежащая в равной степени Коломойскому, Боголюбову и Корфу, управляемая Шочет, стала крупнейшим держателем коммерческой недвижимости в Кливленде с крупными холдингами, усеивающими горизонт Кливленда, включая One Cleveland Center, 55 Public Square, Huntington Building, Crown Plaza Building и ICOM Penton Media Building. 5 февраля 2012 года профиль Хаима Шочета в Кливлендс Плейн Диллер, помеченный как «самый важный парень, о котором вы никогда не слышали», и человек, ответственный за примерно 2,8 миллиона квадратных футов офисных площадей, принадлежащих базирующейся в Майами-Оптима и в конечном итоге контролируемых приват-групп, украинским бизнес-конгломератам. В то время как статья описывала тогдашнего 25-летнего как привлекательного при обсуждении его инвестиционных целей в восстанавливающемся городе, она также характеризовала Шочета как «осторожного» в описании структуры Оптима и инвесторов. Сдержанность Шочета в обсуждении группы Оптима выглядит более ясной в ретроспективе, поскольку последующие отчеты показали, как мало Оптима заботилась о своих инвестиционных свойствах в Кливленде. После национализации Приватбанка, которая положила конец контролю Коломойского и Боголюбова над наблюдательным советом банка и доступа к его кредитному портфелю, Оптима начала выводить свои активы в Кливленде. Как описано в статье от 11 июня 2019 года в Кливленде, большинство этих объектов пришли в негодность и страдают от высокой доли вакантных площадей. Здание Айком было куплено Оптима в 2010 году с заполняемостью 90%. Оно было продано в 2018 году нуждающимся в существенном ремонте с заполняемостью всего 57% при убытке в размере 8,5 млн долларов. Как сообщается, один Кливлендский центр также пострадала от плохого удержания арендаторов и снижения оценки. В то время как Оптима приобрела недвижимость в 2008 году за 34 млн долларов, в 2018 она была оценена всего в 20 млн долларов. Согласно статье, Оптима продолжает покупать здания после того, как потенциальный покупатель соскочил, называя проект неосуществимым. Возможно, в 55 милях к востоку от Кливленда сталелитейный завод Уоррен был закрыт, но его владелец Уоррен Стилхолдингс LLC продолжает преследовать Коломойского, Боголюбова и Мордехая Корфа. 15 июня 2015 года миноритарный бенефициарный акционер Уоррен Стилхолдингс LLC Вадим Шульман подал иск против трио и связанных с ним хозяйствующих субъектов суд общей юрисдикции округа Трамбул. Хотя иск был отклонён по юрисдикционным основаниям, аналогичный иск, как сообщается, был подан 23 августа 2019 года в Делаверский канцелярский суд. В жалобе Шульмана, касающейся округа Трамбул, которая включает подробности, совпадающие с теми, которые были обнаружены в иске банка в мае 2019 года, утверждается, что Коломойский, Боголюбов и Корф стремились получить почти полный контроль над Уоррен Стиллом через долговременный самодостаточный долг схемы накопления. Они сделали это, переместив реструктуризацию долга Уоррена Стилла через нового кредитора. Хотя общая стоимость активов Уоррен Стилл, как сообщалось, составляла 27 миллионов долларов, новый кредитор предоставил дополнительные кредиты на 25 миллионов долларов, и личность кредитора была раскрыта Шульману только после того, как реструктуризация была одобрена. Тайный кредитор ООО «Оптима» приобретения косвенно принадлежит Коломойскому. Как резюмирует жалоба округа Трамбул, активы Уоррен Стилл были оценены всего в 27 миллионов долларов. В то время как коломойские компании якобы пытались отобрать полный контроль над заводом у своего миноритарного владельца с помощью схемы самодостаточного кредитования, жалоба утверждает, что ответчики сознательно отбирали у завода капитал и ресурсы через параллельную схему недооценки, в которой были заключены выгодные сделки с другими ферросплавными компаниями, контролируемыми олигархами. Предположительно, в качестве способа перевода средств из Уоррен Стилл ответчики продают товары связанным сторонам по цене ниже их действительной стоимости и приобретают товары у связанных сторон по цене, превышающей их действительную стоимость. Эти торговые партнеры – организации группы «Оптима» и их владельцы. Уорренский металлургический завод продолжал работать с убытками и закрылся через 6 месяцев после подачи первоначальной жалобы Шульмана. Покупка президента Возвращение в Украину выглядит ярко для Коломойского и Боголюбова. Оба олигарха вернулись из длительного пребывания в Израиле после избрания президентом Украины комика Владимира Зеленского в апреле 2019 года. По данным Financial Times, Зеленский прославился, играя вымышленного президента на телеканале, принадлежащем Коломойскому. Также считается, что олигарх является крупнейшим финансовым спонсором Зеленского, а Андрей Богдан – адвокат, который представлял Коломойского в судебном процессе по приватбанку, исполняет обязанности руководителя аппарата Зеленского. Сам Коломойский, как сообщается, хвастался. За несколько дней до избирательного оползня Зеленского украинский суд вынес решение против национализации приватбанка, выразив опасение, что Зеленский вернется в банк к своим политическим покровителям. В то время, как в Украине судьба приватбанка висит на волоске, Коломойский может найти, что его собственные состояния все еще связаны с Огайо. Как газета Daily Beast сообщила 7 апреля 2019 года, что ФБР и прокуратура США в северном округе Огайо начали расследование возможных финансовых преступлений олигарха. Эпилог. Вот примерно такая там ситуация выкладывается. Уже какие-то там процессуальные решения приняты, и насколько эта публика может быть арестована, как только высунется за пределы Украины, не стану описывать, поскольку не имею их текста. Возможно, коллеги, живущие в США, найдут и пришлют их, тогда порассуждаем уже на основании реальных документов, а пока о другом. Судя по тому, что ситуация уже прошла стадию, когда пресса еще не пронюхала об этом деле и, главное, когда в этом деле нет интереса местных властей, а потому оно уже не умрет само по себе и будет доведено до какого-то логического завершения. Поскольку сама американская пресса пишет о том, что в случае подтверждения фактов, имеющихся в распоряжении суда, это будет крупнейшая эпопея по отмыванию денег на территории США. Надо полагать, что уже сам размах операций с недвижимостью бросил вызов соответствующим контролирующим органам США, и те уже закусили у дела. А в таком случае, над фигурантом подобного дела, загорается табло – режим повышенной токсичности. Лучшее, что можно сделать в случае, если вас угораздило иметь какие-то общие дела с ним, набрать как можно большую дистанцию от него и перейти в собственный режим «меня тут не стояло», поскольку развитие событий может оказаться бурным, и если ваши общие дела сопровождались долларовыми, безналичными платежами, то будьте уверены, органы финансового контроля США уже знают об этом, и ваша фамилия или ваше фото уже уложены в какую-то разветвленную таблицу. В зависимости от того, насколько эти дела были плотными, надо четко себе представлять возможные последствия и прикинуть, что можно сделать, чтобы их избежать. Не стану подсказывать, что в таких случаях нужно сделать в первую очередь, просто надо понимать, что там работают зубры, которые умеют копать и раскапывать. Причем, если где-то затормозит следствие, пресса из этого сделает такой погребальный костер, что душно станет даже следователем. Ну и в завершении – Азе. У нас нет даже малейших иллюзий о том, что он из себя представляет. Плюсом ему может служить только одно. Он никогда не прикидывался патриотам и не скрывал своих взглядов по отношению к Украине. Другое дело, что плебс этого не хотел слышать, но это дело плебса. Тем не менее, прямо сейчас у него начали истекать шансы избавиться от меченных бабулиных людей, посыпать голову пеплом и идти к пороху, каяться и просить, чтобы тот вытащил то, что не прибило роялем из более серьезной ситуации. Судя по словам самого пороха, он пока оставляет дверь открытой. Тем не менее, эта возможность не вечна, и в зависимости от того, чем закончится тот самый суд в Делавере, будет зависеть то, насколько громко громыхнет дверь закрывающихся возможностей. И уже самое последнее и немного философское наблюдение. Последние 10 лет некто Владимир Путин занят всего одним, но важным вопросом. Он хочет получить гарантии Запада для себя лично, своих денег и близких подельников с деньгами, ну хотя бы для себя. И у него ничего не получается. Так что эти гарантии легко теряются, а вернуть их назад практически невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok